Несмотря на то, что экономика скатывается в рецессию, минимальная месячная заработная оплата в следующем году снова должна вырасти, причем значительно. Трехсторонний совет как никогда быстро и практически без споров согласился с тем, что минималка должна вырасти на 10% и в итоге составить более 700 евро на руки. Горничная и ресторанная индустрия выступила главным критиком этого решения. Там утверждают, что в условиях рецессии у них просто может не хватить денег на такое повышение. Ну а некоторые экономисты и вовсе предупреждают, что в случае, если минималка будет расти, самые низкооплачиваемые работники могут вообще остаться без работы. После серьезного спора между бизнесом и профсоюзами минимальная заработная плата в январе этого года выросла на 83 евро или на 14%, что является одним из самых больших скачков за последнее время. Кроме того, трехсторонний совет начал обсуждение уровня заработной платы на следующий год раньше, чем когда-либо и даже смог прийти к решению за одно заседание. 1 января минималка вырастет еще на 10% и составит 709 евро на руки. Министр социального обеспечения и труда подчеркивает, люди, зарабатывающие в Литве минимальную зарплату, наконец-то вырвутся за пределы уровня теоретической бедности. Если в 2023 году прогнозировалось, что порог риска бедности будет всего 1-2 евро ниже минимальной зарплаты, то в 2023 году порог риска бедности составит 674 евро, а минималка 709 евро на руки, утверждает министр Моника Новицкене. Отели и рестораны наиболее скептически относятся к повышению минимальной заработной платы. При этом последние даже в условиях высокой инфляции привлекают в этом году на десятую часть больше клиентов, чем в прошлом. К слову, общепиты значительно подняли свои ценники, при этом живут в условиях льготного налогообложения. Конфедерация бизнеса на этот раз не рисует из-за повышения минималки апокалиптических сценариев. Однако это при условии, что правительство не будет повышать для бизнеса налоги. При этом такой план есть в проекте налоговой реформы. Хотя до его утверждения еще далеко, наряду с минимальной заработной платой, правительство также готово увеличить необлагаемый налогом доход на 20%, но окончательное решение осенью при утверждении бюджета примет Сейм. Также впереди ожесточенные споры по поводу льгот по налогу на добавленную стоимость для сектора общественного питания. Ассоциация гостиниц и ресторанов будет просить продлить 9-процентную скидку еще на год, а возможно и на неопределенный срок. Ну а поскольку правительство уже заявило о своем намерении повысить минимальную заработную плату на 10%, в следующем году работодатели опасаются, что высокооплачиваемые работники тоже начнут требовать аналогичного или даже большего повышения заработной платы. По прогнозам экономистов, средняя зарплата в стране, которая в конце прошлого года на бумаге достигла 1900 евро, в этом году вырастет еще на десятую часть. А это значит, что работники будут получать на 200 евро больше и средняя зарплата достигнет примерно 1300 евро на руки. Министр финансов Гинтерис Кейсте взяла курс на изменения налоговой реформы и теперь обещает жителям немецкое процветание. После волны критики за свои планы по повышению налогов для самозанятых, министр немного отступил и обещает не повышать налоги для тех, кто зарабатывает до 15 тысяч евро в год. А таких большинство. Получив многочисленные жалобы на налоговую реформу, министр финансов Гинтерис Кейсте изменила проект. Он включает поправки для самозанятых. Министр утверждает, что идет на уступки и обещает, что только 15 вместо 20% самозанятых, то есть тех, кто зарабатывает более 15 тысяч евро в год, должны будут платить повышенные налоги. В первоначальном проекте порог составлял 10 тысяч евро. Министр также предлагает работникам конфетку, подготовив кнут для индивидуальщиков. 800 тысяч работников, получающих зарплату ниже среднего, в следующем году должны получить на руки на 76 евро больше, поскольку правительство готовится повысить уровень необлагаемого налогом дохода и минимальную зарплату. Предприниматели называют изменения министра косметическими и продолжают настаивать на том, что реформу следует отложить до более легких времен. Профсоюзы более позитивно оценивают реформу, а также поддерживают увеличение налогов на самозанятость, чтобы приблизить их к тем, которые платят наемные работники. Они также довольны повышением минимальной зарплаты. Налоговая реформа грозит не только повышением налогов для самозанятых, но и введением общего налога на недвижимость, повышением налогов для домовладельцев и фермеров. Тем временем Сейм принял зеленый пакет акцизов на топливо. Акциз на дизельное топливо будет постепенно сближаться с акцизом на бензин, что, как надеется правительство, побудет людей выбирать менее загрязняющие окружающую среду виды топлива. Новые налоги возмущают автомобилистов, а предприятия предупреждают, что они приведут к росту инфляции, а не качеству воздуха. Дизельное топливо подорожает в следующем году. Во всем виноваты водители, которые загрязняют воздух твердыми частицами. Так думает правительство, поэтому решило повысить акцизы на топливо. С нового года литр дизельного топлива подорожает на 7 центов, а через год акциз вырастет еще на 4 цента и станет выше, чем на бензин. И это еще не все. В 2025 году литр дизельного топлива станет еще на 3 цента дороже благодаря новому налогу на выбросы углекислого газа, который будет расти каждый год, пока не достигнет 16 центов за литр в 2030 году. Бензин также будет облагаться более высокими налогами. С 2025 года у него будет введен дополнительный налог на выбросы углекислого газа в размере почти 3 центов за литр, который за 5 лет вырастет до 15 центов. Повышая налоги на топливо, премьер-министр Ингрида Шаманитя надеется сделать воздух в Литве чище и побудить водителей ездить меньше или выбирать менее загрязняющие автомобили. Зеленые налоги распространяются не только на топливо, но и на другие виды ископаемого топлива. Уголь, кокс, бурый уголь, торфяные брикеты, печное топливо и природный газ также будут облагаться углеродным налогом в размере до 20 центов за килограмм или литр топлива. Налог на выбросы углерода также приведет к удорожанию для водителей, использующих жиженый газ. Совет по обороне государства официально согласился создать дивизию в вооруженных силах Литвы. Самым крупным подразделением в нашей армии сейчас является бригада около 5 тысяч солдат. Дивизия будет состоять из трех бригад, а это 17-18 тысяч солдат. Значит, нужно не только больше солдат, но и больше казарм и тренировочных полигонов. Придется закупать не только обмундирование, обувь и продовольствие, но и новое оружие. В дивизию также должны быть поставлены танки. Пока нет информации о том, сколько будет стоить дивизия, но, скорее всего, речь идет о миллиардах евро. Сама дивизия должна быть введена в строй к 2030 году. В Каунасе и его окрестностях из-за вспышки легиониллеза быстро заполняются больничные палаты. Число людей, которые, вероятно, заразились смертельно опасным заболеванием в собственных ваннах уже под два десятка. Сообщается о пяти скончавшихся, а еще несколько находятся в тяжелом состоянии и сейчас борются за жизнь в реанимации. Рост случаев сексуального насилия против несовершеннолетних и детской наркомании, которая все чаще приводит к госпитализации, заставила бить в колокола и чиновников. Обсудив эти проблемы, четыре министерства и полиция решили, что лучший выход – не утаивать шило в мешке. Якобы сейчас школы больше заботятся о своей репутации, поэтому пытаются утаить всевозможные нарушения в своих классах. Не замалчивать проблемы чиновники призывают и родителей. Однако последние властей винят в бездействии, а также призывают не стремиться декриминализировать наркотики в Литве. После возмущения по поводу того, что саммит НАТО в Вильнюсе в июле обойдется налогоплательщикам в 17 миллионов евро, стало известно, что Литва ради почетных гостей также потратит еще пару миллионов евро на аренду автомобилей. 500 автомобилей класса «люкс» обойдутся Министерству иностранных дел в 6,5 миллионов евро. В среднем аренда одного автомобиля на несколько дней – 13 тысяч евро. Независимые эксперты называют такую сумму аренды за несколько дней космической. Всем принял окончательное решение – банкам временно придется платить так называемый взнос солидарности. Хотя оппозиция громко призывала из собранных средств помогать жителям выплачивать проценты по ипотеке, правящие с легкостью добились своего – 400 миллионов евро пойдут на нужды армии. Между тем, Банковская ассоциация считает, что новый закон противоречит Конституции и призывает президента Науседу наложить на него вето. Скандал с растратой муниципальных денег затронул и правительство. Действующий министр образования Юргита Щукждиненя до вступления в эту должность трудилась в Горсовете Каунаса и, возможно, присвоила там 14 тысяч евро. Деньги выделяются на деятельность каждого члена Горсовета, но отчитываться в Каунасе о них было не нужно. Министр отрицает злоупотребление, но никакие чеки предоставить не смогла. Парламент Литвы принял поправки к кодексу административных правонарушений и вел ответственность за незаконную перевозку и распитие алкоголя в автомобиле. В соответствии с принятыми поправками с 1 июня распитие, хранение и перевозка алкоголя открытой тары в салоне автомобиля, если нет стационарной стенки между водителем и пассажирами, грозит штраф в размере 40-100 евро. За повторное нарушение штраф в размере 100-140 евро. Вильнюсское самоуправление сообщило, что во время подготовительных работ концерту группы «Рамштайн» в парке Винкис будет ограничено движение пешеходов и всех транспортных средств. Движение прохожих будет запрещено до 24 мая. Сеть автозаправочных станций «Циркл Кей-Литва» ведет новый метод оплаты – pay-by-plate. Новая система будет фиксировать номер автомобиля, подъезжающего к заправочной станции, и производить оплату на месте, без каких-либо дополнительных действий. Автомобильный номер через специальную программу будет связан с банковским счетом клиента. Парламентский комитет по праву и правопорядку планирует точно определить мощность электросамокатов для использования в городе и центре города, допустимую скорость, где на нем можно ездить, по какой части – дороги или тротуара. Также предлагают ограничить возраст водителей, ввести ограничения нагрузки, если водитель самоката едет с пассажиром, будет установлено обязательно использование шлемов и ограничен возраст. В столице уже есть 35 уличных классов – нетрадиционных пространств для проведения уроков под открытым небом. В ближайшее время такие уличные классы появятся еще в 36 столичных школах. Заявки на участие в конкурсе подали 52 школы, финансирование получат 36 общеобразовательных учреждений. За полученные деньги школы смогут установить скамейки и легко возводимую беседку. Уличные классы могут быть открытыми или закрытыми, они должны быть защищены от непогоды, иметь систему вентиляции и отопления. Образовательные учреждения смогут использовать эти открытые классы в течение всего года. Глава Еврокомиссии Урсула фон Дерлайн во вторник в ходе визита в Киев раскрыла содержание нового 11-го пакета санкций ЕС против России, связанных с продолжающимся российским военным вторжением в Украину. По словам фон Дерлайн, новый пакет состоит из трех элементов. Среди прочего, предполагается расширить список запрещенных товаров, которые через третьи страны попадают в Россию. Кроме того, ЕС планирует создать новые инструменты, которые помешают обходу санкций третьими странами. G7 обсуждает, каким образом можно направить Украине замороженные активы РФ, сообщила в пятницу The Japan Times со ссылкой на неназванный источник. Группа 7 обсуждает способы передать Украине блокированные российские активы, причем юридические тонкости ограничения, действующие в странах G7, затрудняют процесс передачи, заявил в пятницу источник, знакомый ходом дискуссии, отмечает издание. При этом в G7 шла речь о том, чтобы изъять прибыль, которую можно извлечь с конфискованных активов с целью обойти юридические барьеры. На Западе заморожены десятки миллиардов российских вкладов. Украинские войска начали формирующие операции в преддверии ожидаемого контрнаступления против российских войск, сообщили телекомпании CNN, двое высокопоставленных западных военных. Формирование включает нанесение ударов по таким целям, как склады оружия, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы и направлено на подготовку поля боя для наступления. Это стандартная тактика, применяемая перед крупными комбинированными операциями. Редактор субтитров А.Семкин